Сейчас, конечно, Запад делает все, чтобы эту проблему как-то решить. Надо к этому отнестись очень серьезно, потому что, судя по всему, мы увидим в течение апреля и мая переброску на Украину максимального количества зенитно-ракетных комплексов, которые сейчас будут отовсюду стягиваться. При этом надо понимать, что мы ведь имеем дело не просто, скажем там, отдельно взятыми комплексами. Здесь очень важно понимать, что мы воюем с совершенно новой системой ПВО НАТО, потому что все эти НАТОвские комплексы, они ведь передают на Украину уже не всякое старье, а наоборот только самые современные. Но они обкатывают. С другой стороны, я хочу сказать, что, опять же, судя по тому, как мы поражаем объекты противника, это, конечно, впечатляет. То есть мы эту систему западной ПВО смогли сейчас разгрызти. Мы ее уверенно... Так для нас это, если угодно, ну, такое тяжелое, но необходимая школа. То есть сейчас мы на Украине научились продавливать их ПВО. Хорошо, что они уберут сейчас все ПВО из Европы. Можем тогда атаковать объекты там. Они полностью не прикрыты. Совершенно точно. У них дискуссия идет большая. Та же самая Польша категорически отказалась передавать что-либо из ПВО Украине. На сегодняшний момент для Запада, надо понимать, что они тоже учатся. Здесь иллюзии иметь не надо. И, конечно, для них вот эти наши удары, они тоже как бы все это записывается, изучается. Но выводы, которые они делают сейчас, они для них самые печальные. Поэтому они, да, будут загружать на Украину свое ПВО, но при этом для них самих это будет теперь огромная проблема, как прикрывать собственное небо. Знаешь, читая новости, у меня прям восточнее Нью-Йорка наши артиллерии ВКС вторые сутки уничтожают вояк-врага массированными ударами. Я думаю, то ли это уже будущее, заглядывая, но потом вспомнил, что эти идиоты в населенный пункт так себя переименовали. Ну да, на эту тему есть знаменитая эта песня «Радио Тапок», которая была наложена на иглу, то есть на игру там «Рэд Айлерт». И, в общем, все это в виде видеосюжетов по высадке советского десанта на Нью-Йорк, на Вашингтон. И все это с очень бодрой музыкой, понимаешь. Это иногда я так себя, когда хочется поднять настроение, включаю и слушаю. Владислав Владиславович Шурыгин, военный эксперт, был у нас в эфире.